всем большой привет сегодняшнее видео предлагаю вам поскетчить вместе со мной у меня здесь есть вот такой вот новенький блокнотик лег там и я бы хотела потестировать его сегодня вместе с вами как обычно буду сопровождать это видео какими-то надеюсь полезными комментариями первым делом давайте вскроем блокнот у меня небольшой формат это опять внутри есть несколько разных вкладышей такие вдохновляющие письма немножко истории создания блокнота также есть место для того чтобы вы могли подписать свой блокнот и есть нечто похожее на содержание сам блокнот у меня без линовки и он имеет две закладки начиная сегодняшний я набросок акварельным карандашом у меня этот цвет терракота и суть в том что мне не очень нравится как ведет себя обычная классическая сепия то есть мелковая сепия в руках поскольку я не очень люблю ее тактильно поэтому я решила заменить ее на акварельный карандаш к тому же как вы видите легкой рукой если вы делаете набросок акварельный карандаш очень легко стирается обычным ластиком я сначала делаю набросок боковой поверхностью карандаша таким образом моя линия получается гораздо мягче и мне не нужен предварительный рисунок простым карандашом то есть я могу здесь на этом этапе что-то корректировать и даже оставлять какие-то линии построения мне кажется так выходит даже как-то приятнее глазу и набросок получается живее заметьте здесь я не строю от лица строят негативных пространств я очень часто так работают то есть я сначала смотрю на силуэтную составляющую то есть я смотрю какие формы образуют силуэт какие формы образуют волосы линия плеч и смотрю на то пространство которое остается от этих форм и как бы вот этими двумя большими объемами плоскостями если хотите я и работаю а уже внутри них когда я задала примерно мои как бы параметры плоскости параметры силуэта я начинаю более детально прорабатывать какие-то элементы на лице у меня здесь нет какого-то супер глобального построения я делаю довольно шумную линию и затем я начинаю ее усиливать поменяв хватку карандаша от хватки карандаша очень сильно зависит то каким будет выглядеть ваш набросок если вы берете карандаш классической хваткой как сейчас на видео показано то соответственно кончик карандаша ложится более перпендикулярно к листу и поэтому линия получается острее чище и сам штрих получается тоньше но если вы работаете боковой поверхностью карандаша то соответственно линия получается более шумная и более небрежная и соответственно переходя на усилия уже через усилия на запястье то есть опираясь практически на сустав кисти я добавляю более сильный более интенсивные линии моему наброску кстати здесь я выбрала такой портрет с волнами на самом деле я не стараюсь попасть в портрет поскольку очень маленькая для меня иллюстрация я в принципе люблю работать на формате немного побольше поэтому мне немного дискомфортно если честно в таких форматах как-то разворачиваться детально ну вот так устроена моя рука моя физика если хотите поэтому я работаю такими довольно обобщенными кусками и пятнами и мне важно чтобы была какая-то интересная линия в наброске так вот когда я выбираю какой-то портрет с такими красивыми локонами до волна вообще как линия в наброске она может стать красивым дополнением поэтому я стараюсь ее довольно интенсивно подчеркнуть и кстати когда вы рисуете волны старайтесь каждый локон не повторять за предыдущим для того чтобы они были все-таки более живые то есть просто линию выворачиваете в обратную сторону таким образом ваши локоны будут немного отличаться друг от друга и будут имитировать живую текстуру натуральных волос очень часто вижу что просто две линии идут подряд и это выглядит немного как ну как будто бы волосы пластиковой и далее кстати вы видите уже на экране я размываю мой карандаш поскольку он акварельный он очень легко размывается делаю это обычным аквабрашем но вы можете это сделать любой синтетической кистью мне удобнее делать аквабрашем потому что аквабраш содержит как раз то самое небольшое количество воды которая позволяет мне размыть только часть карандаша и размываю я только те зоны которые у меня находится в полу тенях и тенях я не размываю светлые участки поскольку когда вы начинаете размывать карандаш соответственно вы добавляете тона от размытия кстати финальный я еще усиливаю отдельными ударами карандаша то есть таким сильным нажатием штриха никакой детализации ну в целом мне кажется такие наброски выглядят довольно приятно особенно когда вы пролистываете их большом объеме всем большое спасибо за просмотр и пока деймь запслитано че деймь Продолжение следует...